Меня зовут Чащин Владимир, мне на сегодняшний день 52 года, я занимаюсь бизнесом киньши уже 16 лет. В 99 году в июле месяце я пришел в этот бизнес, я живу в Екатеринбурге, мне 52 года, у меня трое детей, три девочки. И я вам хочу сказать, одна из важнейших причин, почему я остался в этой компании, это мои результаты, результаты по здоровью. Я сам врач, проработал 15 лет в медицине, дослужился до заведующего отделения областной больницы, все было бы хорошо, все было замечательно. Я в медицине разбираюсь, я преподавал на кафедре и в медицинском институте. И когда я познакомился, когда я узнал о своих результатах, когда я получил свои результаты, результат моих детей, результат моей жены, моих близких, то я понял, что это очень серьезная компания, это очень серьезные результаты. И я захотел с этим связать всю свою жизнь. И сейчас я работаю, у меня нет больше другого дела, мне это нравится. Вы можете посмотреть мою историю, историю моего становления в бизнесе в мартовском номере нашего журнала за 2015 год. Я там подробно говорю о результатах своих детей, о результате своем и о том, какая у меня мотивация вообще этим заниматься. Но я думаю, что мы с вами будем знакомиться еще подробно и может быть даже я... Все, окей, спасибо, отлично. Но вас не видим. Да, вы меня не увидите. Хотя я прекрасно выгляжу, моложе своего возраста лет на 10-15. Я думаю, мы... Ближайшая у нас конференция будет посвящена 20-летию, она будет в Тиньзине. И вот я думаю, что мы там увидимся. И я с каждым из вас, кто захочет, сфотографируюсь. А сейчас мы будем продолжать. Итак, я хочу рассказать несколько слов о новой мотивационной программе. Новая мотивационная программа основана на предыдущих приемах. То есть у нас была уже мотивационная программа. Это третья мотивационная программа. И в принципе она вобрала в себя все самое лучшее, что было в программе 13-14, вернее 14-15 и сейчас 15-16. И было убрано то, что, ну, может быть, нас где-то тормозило и делало неэффективными. Ну, сразу хочу сказать, что такие достижения, такие преимущества новой мотивационной программы, как ее простота. То есть каждый человек с ней, познакомившись, открыв слайды, сможет сразу же понять, в чем дело, куда нужно двигаться, сколько нужно усилий, времени, денег вкладывать для того, чтобы быть эффективным. Я могу поделиться своим опытом предыдущей мотивационной программы. Да, у меня было много людей, которые выполнили мотивационную программу 14-15. Но в основном это были ребята, которые разобрались в мотивационной программе. Те, с которыми мы провели специальные занятия, те ребята, у которых было много вопросов, которые были постоянно на связи. Это и Санкт-Петербург, и Таджикистан, Душанбей, и Казахстан. А с теми, с кем, в общем-то, мы поставили на паузу, они не обращались ко мне, не задавали вопросов. Я потом уже узнал, что они просто не разобрались в мотивационной программе, и поэтому они ее не делали. На сегодняшний день я решил убрать все эти недостатки, и поэтому я поделюсь даже с вами тем опытом, который у меня появился на сегодняшний день. Как нужно использовать мотивационную программу, чтобы она была доступна для всех, для того, чтобы люди все в ней разобрались, для того, чтобы мы по максимуму могли из новой мотивационной программы выжить. Но прежде я скажу о том, что новая мотивационная программа, она состоит из как бы двух крыльев. Вот у нас, знаете, мы говорим, у льва два крыла. Это здоровье и благосостояние. А здесь два крыла. Это льготные условия и вознаграждение. Льготные условия имеются в виду, льготные условия получения новых статусов. А вознаграждение, это вознаграждение на разных статусах за выполненную работу. Можно получить дополнительно к работающему маркетинг-плану вознаграждение, еще плюсом, да, плюс можно получить оплату поездок, это туристический фонд, и можно получить еще вознаграждение за выполнение статуса с определенными объемами. В частности, с определенным товарооборотом. Так вот, две части. И у нас второй слайд. Как раз здесь написано. Льготные условия для получения статусов и вознаграждение для дистрибьюторов. Перед от аттестации новая мотивационная программа 15-16 началась 26 июня. И она будет по 25 июня 2016 года. Можно сказать о том, что если раньше на получение статуса 4 звезд нужно было месяц, за месяц закрыть с объемом 1000, то на сегодняшний день достаточно подписать контракт, и у вас будет 3 месяца для того, чтобы закрыть статус 4 звезды. То есть, вот это преимущество четкое абсолютно. Если вы подписали контракт даже в конце месяца, в 20-х числах, и раньше люди переживали, что у них нет достаточного времени для того, чтобы закрыть 4 звезды, они не успеют продать столько продукта или использовать, или разобраться просто в маркетинг плане, то на сегодняшний день, даже если это один день отчетного месяца у вас, то у вас впереди всегда будет еще 2 месяца. Я уверен, что сейчас нет необходимости мне вам зачитывать то, что вы получили уже все. Сразу буду говорить о преимуществах каких-то и как можно использовать новую мотивационную программу как инструмент для достижения своих целей. Вы видите все на слайдах, я думаю, что у вас слайды у вас тоже есть эти. Вот льготные условия для получения статуса 5 звезд, они тоже изменены в новой мотивационной программе. И здесь уже можно 5 тысяч пиви в течение всего периода действия мотивационной программы 15-16. Также существует еще дополнение, то есть возможно закрыть новый статус звезд еще другими способами. И вот это все отображено. Сразу скажу, что провели несколько занятий по новой мотивационной программе. Конечно, люди все это слышат, все они видят и когда мы мотивируем, они хотят это использовать. Но если нет индивидуальных занятий, если нет индивидуальных разговоров с конкретными людьми, то она остается абстрактной программой. Поэтому поделюсь своим опытом, что я сделал. Я сразу же обзвонил всю свою первую линию дистрибьюторов первой линии и ключевых людей. И пригласил их на внеочередную консультацию. У нас есть в системе успеха такое понятие внеочередной срочной консультации. И как раз вот я позиционировал встречу как внеочередная срочная консультация. И сразу же дал задание всем своим людям, которые должны были прийти ко мне на консультацию. Они должны были прочитать, изучить мотивационную программу. И они должны были прийти ко мне уже с программой для своего статуса. Что они по максимуму могут взять в течение 15-16 года с новой мотивационной программой. То есть максимум, что они могут выжить. Конечно, люди у меня есть разные. То есть есть и золотые львы, есть дистрибьюторы трех и даже четырех звезд. И даже трех звезд. И каждый, изучая мотивационную программу, он примеривал ее на себя. Я ко мне, каждый раскладывал свою схему и каждый говорил о том, что он хочет, чего он хочет добиться. Первое полугодие, первый период мотивационной программы и к концу года. Некоторые, конечно, замахивались очень сильно. Я знаю ситуацию каждого своего ключевого человека. И некоторых приходилось тормозить. А некоторые, наоборот, говорили, у меня это, скорее всего, не получится. Я вот по минимуму возьму. И этих даже приходилось подстегивать немного. Кроме того, для того, чтобы понять, разобрались они в мотивационной программе или не разобрались, я придумал несколько примеров кружочками, как обычно, схемы разные, но приближенные именно к этому статусу, к этому статусу, который ко мне должен был прийти. То есть это кружочек верхний, предположим, три звезды, под ним еще три звезды, под ним триста в этом месяце, и под ним еще новички. И показывая вот эту схему, я просил человека рассказать, сколько в каждом случае будет вознаграждения, и что можно сделать с новой мотивационной программой. Это своеобразный такой тест на понимание мотивационной программы. Причем не только для своего статуса, но и для других статусов. Когда мы провели вот такие вот занятия, вернее, такие консультации с каждым из ключевых людей, они уже поняли, что можно ожидать от мотивационной программы, каким образом. После этого они сделали то же самое. То есть вы знаете, что в нашем бизнесе главная дубликация. Поэтому дистрибьюторы также, лидеры также объявили для своей первой линии, для своих ключевых людей срочную консультацию. И сразу же дали задание, что нужно, с чем нужно прийти на эту срочную консультацию. Таким образом, мы постарались охватить практически... Те, в свою очередь, тоже объявили о срочной консультации, те, в свою очередь, тоже объявили о срочной консультации. Таким образом, мы охватили практически всю структуру, всю активную часть структуры. Но я вам скажу больше. Новая мотивационная программа предназначена не только для активных дистрибьюторов, но и для активных потребителей продукции. И даже для неактивных потребителей продукции. Поэтому, что я сделал? У меня есть потребители, у которых есть компьютерный номер, они самостоятельно ходят. Иногда даже мы с ними месяцами не видимся, но я по распечатке, по гимпу вижу, что у них идут объемы, что они что-то закупают. Причем, так как люди не были на маркетинговых школах, так как они не разбираются в маркетинге, их особенно не волнует. Их волнуют промоушены, промоакции, их волнует свой процент. Они, конечно же, не знают про мотивационную программу, они ее не сопоставляют с рабочим маркетинг-планом и так далее. Поэтому с этими людьми я тоже назначил, но мы не назвали ее срочная консультация, а просто я предложил встретиться. Конечно же, не пустая эта встреча была. Я каждому приготовил какие-то подарки, сюрпризы. Ну, в частности, вот я был в Ницце, я привез некоторым своим особым ВИП-клиентам подарки из Франции. И у нас разговор шел, конечно, о здоровье на этой встрече. И я им рассказывал о новых направлениях продукции и о том, что компания «Передивых развития» показала им фильмы и фотографии из Франции и еще что-то. Но цель моей встречи была рассказать о новой мотивационной программе. Многие заинтересовались. Многие заинтересовались. По сути дела, для клиентов, особенно те, которые влюблены в продукт, которые очень хорошие отношения к продукту и они себя уже не видят, это их как часть жизни использования наших БАДов. Они абсолютно без всяких сопротивлений встретили вот эти вот новые цифры и с удовольствием узнали о том, что можно накопительно в течение трех месяцев накопить для четырех звезд и в течение всего аттестационного периода, в принципе, на пять звезд. Пять тысяч пиви. Еще один ход, такое секретное оружие, которое я применил, используя новую мотивационную программу. Я сейчас о нем скажу. У меня есть люди, которые достаточно быстро двигаются и для них мотивационная программа – это, по сути дела, стать так называемой «быстрой рыбой», как говорит наш президент. А они не просто много работают, они еще быстро работают. Вот буквально вчера у меня был разговор с одним дистрибьютором «Семи звезд», который уже выполнил юбилейный бонус и он собирается ехать. То есть он практически за июнь месяц уже выполнил эти условия, но его цели намного выше. Он собирается за время мотивационной программы закрыть бронзового льва. И у него для этого есть все необходимые условия. И кроме того, он хочет получить еще по рейтингу автомобиль, он хочет получить, как семерка, он хочет выполнить условия для поездки в Испанию. И получить еще 5000, то есть все, что полагается, то есть по максимуму выше мотивационной программы. Так вот, как говорил Джим Рон, когда попутный ветер, когда попутные волны, мы можем использовать еще такую тактику. Мы можем начать гриппсти, то есть мы можем помогать природе, погоде, вселенной, которая помогает нам. Мы можем еще сами очень активно двигаться и очень активно двигать наших дистрибьютор. Вот, я рекомендую всем ознакомиться с таким понятием, как частный промоушен, личный промоушен от спонсора. Когда вы видите, что ваш дистрибьютор проявляет активность, у него есть все необходимые данные, чтобы выполнить, но понятно, что нужно будет прыгнуть выше головы. И вы понимаете, что для него это будет вызовом, для него это будет такой растяжкой, для него это будет действительно очень серьезным таким, серьезным трудом за определенный период выполнить определенные условия. Я рекомендую объявлять частный промоушен. Понятно, что если человек выполняет определенный статус, или он выполняет определенный, в данном случае он выполняет определенные условия мотивационной программы 15-16. Например, на получение бонуса определенного вознаграждения. Например, дистрибьютор 7 звезд, как вы знаете, он получает 5000, если он закрыл 7 звезд, и боковой товарооборот в месяц закрытия и два месяца после закрытия будет 20 тысяч. Я объявляю частный промоушен. Конечно, каждый раз этот промоушен высчитывается индивидуально. То есть мне нужно практически точно рассчитать, какое награждение я получу, если человек выполнит весь этот объем работы. Предположим, я получаю с этого свои 600 долларов. Я беру к примеру, я не буду сейчас, чтобы у нас не было пересечения, я не буду говорить, сколько объема, какое я получу, какое вознаграждение. Предположим, у меня есть абстрактный дистрибьютор, который хочет выполнить промоушен, который хочет выполнить определенные условия мотивационной программы 15-16. И если он их выполняет, я получаю 600 долларов. Так вот, из этих 600 долларов я могу смело 30% направлять на его поощрение. То есть объявлять частный промоушен на 200 долларов. На 200 долларов можно подарить хороший телефон. Можно хороший фотоаппарат или хорошую камеру. То есть это уже ваш выбор. Можно деньгами, но продуктам здесь, конечно, не очень интересно дистрибьютору, потому что он и так выполняет промоушен, и может быть где-то он сам будет достаточно много покупать продукта для продажи или для потребления. Поэтому вот это вот секретное оружие. Вы можете его использовать. Хотелось бы еще сказать несколько слов. Отличается вознаграждение. Здесь сейчас у нас идут льготные условия для закрытия шести звезд. А вот пошли вознаграждения. То есть я говорил два крыла новой мотивационной программы. Это вознаграждение и льготные условия. Так вот, вот сейчас пошли вознаграждения. У нас такого еще никогда не было. Я вас поздравляю, потому что впервые мотивационная программа 15-16 нам дает вознаграждение за то, что у вас появляется в первой линии дистрибьютор трех звезд. Но требуется быть дистрибьютором трех звезд и выше. И если у вас в первой линии появляется дистрибьютор трех звезд, неважно какой у вас статус, лишь бы он был выше трех звезд, вы получаете еще 15 УЕ. Основному заработку, вознаграждению по маркетинг плану вы получаете 15 УЕ. Это очень хороший момент. Я здесь задевал денежную выплату для закрытия статуса 7 звезд. Единственный здесь нюанс, который нужно учитывать, что статус 7 звезд закрывается, дистрибьютор получает за два месяца. Первый месяц он выполняет условия статуса 7 звезд, а второй месяц ему присваивается этот статус. И вот здесь есть такой нюанс, о котором не надо забывать, об этом знают все лидеры, иногда начинающие дистрибьюторы, особенно дистрибьюторы, которые 6 звезд закрывали, у них ощущение, что они сразу же, выполнив условия, они сразу же попадают в статус 7 звезд. А мне, первый месяц они выполнили все условия, например, у них дистрибьюторы в разных ветках, которые сделали 6 звезд, плюс у них, и второе условие, у них есть общий товарооборот 100 тысяч, они выполнили эти условия. Все равно в ДИМПе у них стоит 6 звезд, и получают они проценты, вознаграждение, прямое вознаграждение, сетевое вознаграждение, может быть за руководство, они получают по 6 звездам. И этот месяц, он также и не входит активационную программу, то есть вознаграждение для дистрибьютора 7 звезд. То есть, только следующий месяц, когда у вас в ДИМПе, в распечатке стоит семерка, вы дистрибьютор 7 звезд, уже официальный, это первый месяц из трех месяцев, когда вам нужно набрать 20 тысяч бокового товарооборота. Если вы выполнили эти условия, то вы получаете на ближайшей конференции бонус 5000 УЕ, 5000 условных единиц от компании в местной валюте. И особенно нужно быть, но я думаю, что мы обязательно об этом будем говорить, уже к концу мотивационной программы, потому что, если вы закрываете, если вы выполняете условия получения вот этого бонуса 5000 условных единиц, в июне выполняете условия, а в июне 2016 года, а только в июле у вас появляется семерочка, то по сути дела вы не справляетесь, вы не укладываетесь в программу. Но я думаю, что не сильно мы расстроимся, потому что, скорее всего, наша компания, наша замечательная компания, она нам придумает, как сгладить эти вещи. Но, тем не менее, вы должны знать, что если вы идете на этот бонус, если вы идете на вознаграждение для 7 звезд, то вам нужно будет все четко, абсолютно рассчитать. Программа 2016 отличается от двух предыдущих программ своей простотой, своей доступностью, качеством, которого, может быть, не было в предыдущих, она действительно ускоряет рост, причем реально, и она рассчитана на всех дистрибьюторов, ну, в самой мотивационной программе об этом написано, от одной звезды до серебряного льва. И вот здесь мы с золотыми львами говорили, как же так, почему золотых львов, значит, так обделили, и почему ни слова нет о золотом льве в новой мотивационной программе 15-16. Но я вам хочу сказать, что все эти программы, если их правильно использовать, они, в принципе, созданы для всех, в том числе и для золотых львов, потому что золотые львы, они не могут быть в стороне. Я, как золотой лев, вот я уже вам сказал о том, что я назначил вот эти срочные консультации для всех своих ключевых людей. И прежде всего, меня, как золотого льва, интересует, как и нашу компанию, как и наш евроазиатский регион, нас интересует увеличение товарооборота. А новая мотивационная программа, она нацелена на это. Следующий положительный момент новой мотивационной программы, тем, что она мотивирует нас на поездке практически каждый статус может выполнить определенные условия для того, чтобы поехать на какую-то конференцию. А поездок у нас 15-16, на период 15-16 достаточно много. Ну, прежде всего, вот эта вот юбилейная конференция, правда, она не связана с мотивационной программой, она связана с юбилейным бонусом. Но мне кажется, что это все вместе, то есть это все взаимосвязанное. Юбилейный бонус, он как никогда лучше, он предварил новую мотивационную программу, и они очень хорошо с друг другом сочетаются. Люди, которые пошли выполнять новый мотивационный, вернее, юбилейный бонус, они вот на этом запале, вот на этом разбеге, они, скорее всего, выполнят и другие условия новой мотивационной программы. Я знаю уже много людей у меня в команде, и в других командах, которые выполнили условия юбилейного бонуса, и они уже поедут с платой поездки в Китай на конференцию в сентябре месяце. Таким образом, огромное количество преимуществ и других положительных моментов в новой мотивационной программе. Также выездные туры, туристические семинары в Испанию, в Индонезию для дистрибьюторов, семи-восьми звезд бронзовых и серебряных львов. У каждого свои условия, то есть у семерок боковой товарооборот 60 тысяч за 6 месяцев, у восьмерок бронзовых и серебряных львов 150 тысяч бокового товарооборота за 6 месяцев. Когда делишь это на 6 месяцев, то получается достаточно скромные по нашим понятиям цифры, то есть это может выполнить каждый активный дистрибьютор с данным статусом, семерка, восьмерка, там серебряный или бронзовый льв. Те, которые в теме, те, которые в активе, они практически все могут получить свои 2400 условных единиц и поехать в Испанию, в Индонезию. Но опять же компания здесь нам сразу же говорит. У меня много было вопросов у ребят по вот этим поездкам. Если вы выполняете условия и едете в Испанию, то, господа, вы уже не сможете поехать в Индонезию. Но вы всегда сможете выполнить следующие условия по вознаграждениям. Но, предположим, вы можете, поехав в Испанию в качестве дистрибьютора 6 звезд и получив вознаграждение 1000 условных единиц, вы можете выполнить 7 звезд и получить еще бонус 5000 условных единиц. То есть вот такое вот сочетание. С другой стороны, в качестве восьмерки, поехав в Испанию, вы можете на следующий период получить 25 тысяч, если вы выполняете условия получения автомобиля. Там рейтинг. И это еще одно преимущество, которого раньше у нас не было. То есть у нас мы не знали количество автомобилей, которые выделяются на определенный регион, но мы не знали, каким образом они будут распределяться. Во-первых, по сервисным центрам, по регионам, в какой, сколько автомобилей дадут. И в самом сервисном центре кто из дистрибьюторов восьмерка, бронзовый лев или серебряный лев получит этот автомобиль. Сейчас мы четко знаем, потому что будет рейтинг. Рейтинг будет даваться каждый месяц, причем в первой половине месяца, чтобы люди могли что-то изменить к концу месяца в своем рейтинге, если они хотят за следующий месяц получить более высокий балл. Я говорю, может быть, и начинающим не совсем понятно вот эти вещи, но мое глубокое убеждение, что новую мотивационную программу по вебинару можно говорить только в общих чертах. Можно говорить о преимуществах, можно говорить о каких-то цифрах, о вознаграждении, о поездках или еще что-то. Когда мы хотим узнать детали, нужно, ну, по сути дела, у доски или с ручкой, с бумажкой в руке вот это все описывать. Итак, я думаю, что с новой мотивационной программой мы не ставим точку, мы ставим запятую. Глубокое убеждение, что вы все уже познакомились с новой мотивационной программой, рассмотрели ее под разным углом зрения. Вы слышали вчера, вчерашний семинар, Людмила Аркадьевна Груцина, перед этим был Эмзарий Роботидзе, Золотой Лев, Рима Юн Золотой Лев, Владимир Ларин Золотой Лев с двумя звездами рассказывал о новой мотивационной программе. И у каждого свой взгляд, и если вы все взгляды лидеров увидели, услышали их вебинары, то у вас сложится общая картина. В любом случае, вот пока не начнешь что-то делать, это глубокое убеждение и мой опыт, пока что-то не начнешь делать, абстрактные теории, они достаточно далеки. Когда ты начинаешь делать, когда ты в теме, когда ты проникаешься в тем, что ты делаешь, ты начинаешь концентрироваться и для тебя вот эти детали, они уже становятся возможными. и не , знаю, я знаю, что это не , я